Информационная гигиена, безопасность сети, кибератаки. В последнее время об этом говорят все чаще. Взламывают самые разные программы и цели тоже разные. От простой забавы до желания вывести систему из строя. Об участившихся видах кибератак расскажем в сегодняшнем выпуске программы «Цифровой Казахстан». Кибератаки отражают нашу реальность. Сейчас казахстанцы бурно обсуждают дистанционное образование и онлайн-платформы. Именно они в последнее время подвергаются все большему проникновению хакеров. Казалось бы, кому и для чего это нужно? Ответов на вопросы пока нет. Известно только, что атаки были из-за рубежа. В прошлом учебном году весной было зафиксировано 15 видос атак на учебные образовательные платформы. В этом году, в новом учебном году, уже было зафиксировано 5 атак. Данные атаки происходят на образовательные платформы и нацелены на то, чтобы вывести их в состояние работоспособности. Просто дети не получат доступ к тому ресурсу и не смогут проходить необходимое обучение. То есть качество оказания той же услуги данной платформы тоже снизится. Для ясности отметим, доз-атаки – это хакерский взлом для вывода системы из строя. В данном случае пользователи не смогут получить доступ к программе, либо он будет затруднен. Такие атаки произошли на образовательных платформах «Кунделек» и «Белемленд» с разницей в 8 минут. Однако они не привели к отказу в обслуживании этих ресурсов. Время восстановления ресурса от доз-атаки зависит от типа реализации злоумышленникам данной атаки. Если он ее реализовал на сетевом уровне, то есть посредством переполнения канала связи, то доступ будет восстановлен после того, как трафик придет в норму. То есть либо злоумышленник прекратит данную атаку, либо будет расширен канал связи. Если атака реализовывалась посредством реализации узимости на данном ресурсе, то данные работы, мероприятия по восстановлению могут занять более продолжительное время и с привлечением специалистов. Число кибератак именно на образовательные платформы увеличилось в последние несколько месяцев. Это происходит из-за удаленной учебы и работы, говорят специалисты. И это характерно для многих стран. Гораздо больше мы уже привыкли к попыткам взлома различных сайтов и порталов государственных услуг. Число подобных атак в год может достигать нескольких тысяч. Причина в цифровизации этих процессов. Высокий уровень госуслуг приводит к тому, что огромное количество вещей можно сделать с вашего цифрового аккаунта. Хорошо, когда вы хотите получить какую-то справку, например, или документ. Это простая история. А давайте простаем к тому, что вы хотите, например, перерегистрировать ваш автомобиль или продать квартиру или еще какие-то вещи. Чем сложнее процесс госуслуги, чем больше он связан с вашими материальными активами или вообще с вашей цифровой личностью, на самом деле, тем сложнее безопасность и тем, в общем-то, больше нужно об этом думать. Когда вы в последний раз меняли пароль электронной почты? Часто используете дату рождения в качестве пин-кода или просто вводите цифры по порядку? Ваша электронно-цифровая подпись хранится в надежном месте? Если вы затрудняетесь ответить на эти вопросы, позаботьтесь о безопасности ваших данных. Кроме того, стоит помнить, что пароль и пин-код поменять несложно. А как быть с биометрией? Что произойдет, если утекла база данных из 100 тысяч отпечатков пальцев? Вы не можете поменять свой отпечаток пальца. Вы не можете поменять ваше лицо. Таким образом, если произошла утечка биометрической базы данных, это означает, что этот способ аутентификации, этот способ подтверждения личности для данной информационной системы, по сути, больше не работает. Он не действителен, он скомпрометирован и нужно создавать весь бизнес-процесс заново. О безопасности биометрических данных в первую очередь должны думать разработчики. Но и пользователям следует обязательно помнить об этом. Специалисты советуют регулярно менять пароли, пин-коды и подходить к этому серьезно. Все-таки личную информацию можно использовать против ее владельца. Тем более, всегда найдется тот, кто захочет сломать систему. Насколько вы защищены от кибератак? Каким сайтам можно доверять? Как их проверять? И как обезопасить себя? Ответы на эти вопросы вы найдете в выпусках программы «Цифровой Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова